думаю что пора заехать в магазин за продуктами да еще коту корм кот голодать не должен пожалуй шанс или нет сегодня какой день воскресенье наверное там полно людей лучше обновь так главное все успеть вылет утром 5 часов с киевом 7 часов здесь и 10 часов лета до вали но это стоит рассказать иначе так вот всем привет меня зовут олег мостаков и сейчас я вам расскажу нашу историю дело в том что об острове боли мы слышали достаточно давно большинство друзей кто туда летал восторгалась остров правда некоторым он совсем не зашел по правде лететь сутки это испытание не из легких как они ранее сказала мы летели 5 часов далее было 7 часов пересадка и потом еще около 10 12 часов лет а вот больше суток в дороге но тем не менее мы решились на это приключение и отправились прилетели мы в ночь и первый вдох острова прервал назойливый таксист мы немного поторговались таксист говорит вам куда в убуд соответственно он говорит я тоже субуда и мы несемся среди никого трафика байков наше райское логово таким она оказалась утром среди джунглей и рисовых террас это так кайфово вырваться из города в такую среду утром когда мы проснулись во дворе был обнаружен бассейн я устроил съемки она отправилась тестировать бассейн в первый день мы прошлись по улицам убуда прочувствовали местный колорит дошли до леса обезьян но о нем картинка позже в общем все пешком а на второй день мы взяли байк хотелось увидеть многое своими силами скажу так да трафик пугал но благодаря узким извилистым улочкам там где мы жили за пару часов мы научились ездить на байке и собственно преодолели путь в 200 километров за два дня первая поездка на байке оказалось 20 километрах на север от убуда это были рисовые террасы тегололанг следующий раз хочу очень попасть туда на рассвет смотрите сами очень крутая локация так жарко а дальше по маршруту нас были слоны история слонами такова что на самом острове их нет но им очень много на средних островах суть в том что местные жители тех островов их убивают потому что они портят поля и соответственно больницы так как народ добрый построили на у себя на острове целый парк кстати очень популярны они такие прикольные нет ни все но и 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 Я забыл рассказать о водопадах. По факту их там очень много. Большие, маленькие, вблизи или далеко. Обустроенные не очень. Крутые все. Такое наше впечатление. Нам удалось посетить два из них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После водопада Аня высмотрела клевую в интернете локацию. Называется водный дворец Титраганга. И мы отправились туда на байках. По факту 75 км по балийским дорогам оказалось очень большим достижением. Катались по острову мы как настоящие туристы в формате шорты-футболки. Хотя в основном все местные это куртки, джинсы, кофты, ветровки. Как им не жарко, осталась загадка. В средине нашего отпуска мы перебрались из сердца у острова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На побережье, на полуостров Бали, на Паданг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это была Нуса-Дуа, а жили мы на Балангане. Кстати, Баланган это просерферский пляж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляемся в Джимбаран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот он самый главный вопрос. Стоит ли ехать на Бали? Для нас это однозначное да. Что делать вам? Пожалуй, стоит взять билет, отправиться посмотреть. В любом случае, я думаю, вам понравится. Всех обнял и до новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА